К теме действенных механизмов поддержки бизнеса. По поручению главы государства, Республиканские рабочие комиссии под руководством заместителей премьер-министра, отвечающих за экономических блок, с выездом на места продолжают изучение проблем, беспокоящих деловых людей. Находят адресные пути их решения. В этот раз открытый диалог развернулся в Сурхандаринской области. Продвижение экспортной деятельности – приоритетное направление. В этой связи эффективным инструментом изучения текущего состояния отрасли и разработки перспективных предложений и идей является организация на постоянной основе конструктивного диалога с представителями частного бизнеса. Он не только позволяет выявить пробелы, но и найти оптимальное их решение. За прошедший период этого года объем прямых иностранных инвестиций в Сурхандарю по сравнению с аналогичным периодом 2020-го составил 156%. В денежном эквиваленте – это 64,1 миллиона долларов. Кроме того, в рамках региональных инвестиционных программ реализовано 317 проектов общей стоимостью 780 миллиардов, 361 миллион суммов, в результате чего организовано 2300 рабочих мест. К примеру, только в Ангорском районе в этом году намечено создать 1224 рабочих места за счет реализации 56 проектов на сумму более 467 миллиардов суммов. С запуском проекта по производству готовой текстильной продукции стоимостью 400 миллионов суммов предприятием «Талемарон Чеварляре» будет организовано 10 постоянных рабочих мест. Сейчас здесь трудятся женщины, внесенные в списки женской тетради. Ну а посредством интерактивного диалога были решены несколько проблемных вопросов касательно деятельности руководителя предприятия. Я предоставил все необходимые документы в ангорский филиал банка для получения микрокредита. В течение четырех месяцев не было никакого ответа. Сегодня мой вопрос решился. Вторая проблема связана с налогом. Так, за 14 сотых земли я платил в три раза больше налога. И этот вопрос удовлетворен. В фокусе внимания обращение 46 субъектов предпринимательства. 28 из них связаны с выделением кредитных ресурсов. Четыре – с земельными участками, пустующими зданиями и сооружениями. Восемь коснулись налогового и таможенного регулирования. Три – вопроса о продлении сроков по процентным выплатам по ранее полученным кредитам. И столько же – по выдаче сертификатов, лицензий и других разрешительных документов. На встрече были заслушаны обращения молодых предпринимателей, работающих в различных отраслях экономики. Каждый озвученный вопрос не только детально рассмотрели с участием представителей республиканских и территориальных ведомств, но и были выработаны адресные решения, отвечающие их потребностям и требованиям. Сегодня пришел, озвучил свою проблему и тут же ее решили. Если такой механизм будет налажен и в других регионах, отдаленных местностях, то все будут довольны. Мой же вопрос был связан с тем, что в период пандемии я испытывал большие трудности с выплатой кредита. Просил о продлении срока выплаты. И мне помогли. Спасибо. Ну а предпринимателям и молодым людям, желающим реализовать бизнес-проекты, расширить свою деятельность и экспортные возможности, предоставили необходимую информацию о банковско-кредитной политике, изменениях в распределении земельных участков и налоговых льготах.